Фестиваль этнической музыки и песни прошел в Хабаровске. В Краевую столицу приехали творческие коллективы из Якутии, Сахалинской области, Республики Алтай, Бурятии. В качестве хедлайнеров выступили известные артисты, лауреаты международных конкурсов Альбина Дегтярева и Эмергент Эльденов. В рамках фестиваля они провели мастер-классы для всех желающих. Ирина Забродина с подробностями. Миргент Эльденов – сказитель. По-алтайски – кайчи. Народный поэт, мастер горлового пения. Такая техника исполнения всегда была делом избранных. Ее применяли алтайские колдуны-знахари во время камланий. Горловые вибрации помогали им настроиться на одну волну с духами и войти в контакт. На фестиваль «Ритмы Дальнего Востока» Миргент Эльденов приглашен в качестве почетного гостя. Обладатель гран-при международного курултая сказителей, руководитель оркестра алтайских народных инструментов проводит мастер-класс. И после его откровенного рассказа о всех нюансах горлового пения, желающих освоить этот вид стало намного меньше. Горловое пение может призывать духов. Я не знала об этом. Поэтому меня немножко это остерегло. В плане того, что я же хотела тоже учиться горловому пению. Но вот это предостережение имеет для меня значение. А еще, и это, кстати, подтверждают исследования ученых, горловое пение – серьезная нагрузка для организма. Недаром Монголия приравняла своих горловиков к шахтерам, разрешив им досрочный выход на пенсию. Давление очень сильно поднимается, глазные давления. Зрение уже ухудшается. Наши же рассказители, они были… Алексей Горгиевич Калкин, он ослеп от этого, от эпоса, исполняя эпоса, он ослеп. Поэтому это вредит для здоровья самому рассказителю. Но как быть, надо вести, надо развивать, учить. Мастер виртуозной игры на хамусе Альбина Дегтярева – еще один почетный гость фестиваля. Хранитель культуры якутского этноса. Родилась в семье, где все играли на хамусе. Тоже говорит, что это серьезная физическая нагрузка, но полезная. А сам инструмент целебный. Наши древние шаманы знали воздействие звуков хамуса и владели этой техникой управления своим дыханием. И они очень часто, не зря использовали хамус для исцеления людей от разных болезней. Почему мы приглашаем ведущих специалистов из других регионов? Для того, чтобы обменяться опытом работы по этому направлению, по традиционной культуре. Без традиционной культуры нет нашего будущего, нет и этноса. 29 творческих коллективов с Хабаровского края, Сахалина, Якутии, Алтая и Бурятии в течение трех дней демонстрировали свою самобытную культуру. Проводили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Лучшие были отмечены дипломами фестиваля. Ирина Забродина, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния».